Приветствую вас! Давайте разберём то, что вы написали. Я создала в соцсети ненастоящие страницы, пишу от неё мужу, пишу от её мужа от имени выдуманной девочки, хочу его проверить. Ну, понимаете, проверка, любая проверка доверия, да, это всегда означает, собственно, недоверие. Как бы, знаете, ну, как бы банально это не звучало, но это так. То есть любая проверка означает недоверие. Если вы не доверяете своему мужу, то это означает, что между вами есть какие-то проблемы, ну, какие-то сложности, может быть, да, и так далее. Если между вами есть какие-то сложности, то проверка, именно проверка вашего мужчины не решит ничего, не решит никаких сложностей, не решит никаких проблем, потому что вы не доверяете человеку, вы ему не доверяете, понимаете? То есть недоверие есть с вашей стороны. И недоверие вы реализуете, ну, я бы сказал, знаете, таким, ну, косвенным образом. То есть вы не задаёте вопрос себе, почему я не доверяю, почему для меня, например, так важно, чтобы, ну, например, чтобы мужчина меня не обманывал. Почему для меня это так много значит? Почему для меня это так важно? Почему, может быть, я боюсь того, что он мне, там, например, изменит или что-то ещё? Чем вызвана моя реакция и неготовность его отпустить? Значит, поэтому его проверяйте, потому что боитесь, что он вас бросит. Так вот, в чём проявляется ваша неготовность отпустить человека? Какие ваши собственные потребности и желания не могут реализоваться через, ну, самостоятельно? А могут реализоваться только вот через, ну, данную вот позицию, через данную, данное поведение, через данную точку зрения, если угодно, и так далее, и так далее. Вот. То есть постарайтесь вот себе на этот вопрос ответить в первую, в первую очередь. В первую очередь. Почему? Я не доверяю мужчине. То есть если есть вещи, которые реально меня настораживают, да, если есть вещи, которые меня настораживают, то они же настораживают меня. Так может быть в первую очередь проблема в том, как я на это реагирую. Проблема в том, почему я так реагирую. И уже потом, уже потом можно говорить о том, что делает или не делает ваш, эээ, ну, ваш муж. То есть необходимо увидеть вот эти вот аспекты. Это первое. Второе. Если муж, эээ, действительно делает что-то из ряда вон выходящее, что-то, что, эээ, по вашему мнению, эээ, не укладывается в эээ, картину семейных отношений, то нужно, эээ, очень подробно и деликатно рассматривать, что это за вещи и, эээ, собственно, эээ, что они из себя представляют. Но опять же, опять же, это, это разговаривать, эээ, только с мужчиной и, эээ, значит, с одной стороны, эээ, выяснять, что конкретно ему не нравится, если ему кто-то не нравится, чего, чего мужчина хочет. И с другой стороны, говорить о своих чувствах, о своих желаниях, о своих потребностях и так далее. Эээ, так, да, есть некоторые моменты, которые меня настораживают. Какие? Он не ответил ни разу, но и про то, что он женат, эээ, тоже ей не написал. Я не очень понял, что значит не ответил ни разу, но и про то, что он женат, тоже ей не написал. А вы считаете, что, что, эээ, незнакомой девочке сможет написать обязательно сразу такие, эээ, эээ, интимные вещи, как, эээ, семейное положение? В какой стадии? От меня он это скрывает. А зачем ему говорить, эээ, вам о том, что ему пишет какая-то девушка, особенно если, особенно если вы, эээ, судя по всему, эээ, склонны к тому, чтобы его ревновать? Эээ, зачем вам, эээ, раскрывать это? Понимаете, эээ, прежде чем, вот, прежде чем, эээ, говорить о том, что человек, эээ, вам должен, эээ, что-то рассказать и, эээ, чем-то, эээ, с вами должен, эээ, поделиться, эээ, вот, прежде чем говорить, ээээ, подобные вещи. Я очень рекомендую вам, ээээ, ответить на вопрос себе, в первую очередь. Как я отреагирую на то, что мне мужчина скажет? Вот подумайте, только честно, только честно. Как бы я отреагировал, если бы мне, вот, мой муж, эээ, сказал, да, что, значит, ну, эээ, что ему, ему пишет, ну, какая-то девушка незнакомая, да, например. Вот как бы я отреагировал? Ну, скорее всего, вот, как я отреагировала бы я, ну, наверное, негативно, да, вот, ну, я так, эээ, думаю, что, скорее всего, негативно. Ну, так, и, эээ, эээ, вопрос, тогда, ээээ, возникает, эээ, у меня к вам. Эээ, если вы на это негативно отреагировали бы, то, наверное, именно по этой причине муж, ээээ, вас не ставит в известность относительно того, что происходит, эээ, чтобы не вызвать скандал. Это с одной стороны. С другой стороны, эээ, вы явно, эээ, знаете как, вы явно, эээ, тревожитесь по какому-то поводу, эээ, явно у вас есть, ээээ, какие-то, эээ, ну, опасения чего-то, как, ээээ, какие-то, ээээ, страхи. Только, ээээ, только все в том, что вы пытаетесь эти страхи реализовать, ну, вот, ээээ, не совсем корректным образом, я бы сказал, ээээ, то есть вы пытаетесь, ээээ, страхи реализовать, ээээ, исключительно через слежку и доказательство себе, что это не так. Но, на самом деле, подобная позиция приведёт к тому, что вы будете всё время, ээээ, постоянно всё больше и больше, эээээ, тратить времени на то, чтобы искать доказательства, и, в итоге, ээээ, вы обязательно их найдёте, потому что, ну, ээээ, мужчина будет чувствовать, что вы на него давите, и это будет негативно. В общем и целом сказываться на, ээээ, ваших отношениях, и, ээээ, мужчина отдалится, либо, ээээ, подсознательно вы вложите ему мысль о том, что он, ээээ, должен изменить, ну, либо что-то ещё будет. Короче говоря, до тех пор, до тех пор, пока вы ищите ключи, ээээ, к пониманию своих проблем во вне, ээээ, ну, ну, можно и нужно говорить о том, ээээ, что хорошего, ээээ, будет что-то вряд ли. Потому что, как я уже сказал, вот эти вот подобные такие мысли, ээээ, параноярные, да, когда вы, как бы, ну, ожидаете, ээээ, ждёте, что, эээээ, там, ну, что-то будет, ээээ, что вам изменят, ээээ, там, и так далее. Вот, когда вы ждёте, ээээ, подобных вещей, эээээ, то это, ээээ, не, редко, очень редко связано именно с мужчиной. Понимаете? Как правило, это связано с самим человеком. Да, есть игра, которую вам, ээээ, описал мой коллега. Есть игра. И основная, эээээ, цель игры, такого плана, это оправдать свои недостатки. Ээээ, то есть, вот, у вас, ээээ, имеются какие-то недостатки, которые вы пытаетесь оправдать. То есть, например, вы, ээээээ, ну, допустим, не идеальная жена. И вы знаете о том, что вы не идеальная жена. Вы об этом в курсе. Что вы не идеальная жена. Но, зная о том, что вы не идеальная жена, вы, ээээ, например, ничего не делаете для того, чтобы именно этот факт исправить. Зато вы, ээээ, делаете что-то для того, чтобы, ну, например, ээээ, обличить своего мужа в каких-то вещах. Знаете, какая история? Вот именно так и проявляется игра в ПСС. Ну, так называемая игра в ПСС. ПСС. Вот. Ээээ, дальше. Давайте дальше. Так, он от меня это скрывает. Я проверяю эту страницу, ответов от него нет. Что это значит? Это значит, что незнакомые девочки его не интересуют. А, получается, ему это интересно и он просто хочет выяснить время. Эээ, как проявляется его интерес? Анна. Эээ, как проявляется его интерес? Анна, вы ревнуете? Я полагаю, что ревность это очень, эээ, серьезная проблема именно, ну, вот, ээээ, с вашей, эээ, стороны. То есть, вы ревнуете, значит, вы не уверены, не уверены в себе. А значит, если вы не уверены, не уверены в себе, то эта проблема именно ваша. Вот. То есть, для начала нужно стать более уверены в себе. Для начала вам нужно ээээ, стать готовы, готовы, или быть готовы, отпустить своего мужа, если он захочет действительно уйти. Эээ, куда-то, там, кому-нибудь и так далее. Ну вот. И уже после этого вести с ним адекватный, ээээ, значит, ну, адекватный диалог. Который, ээээ, и приведет вас к какой-то общей, эээ, договоренности относительно того, как, как вы живете вместе. Ответьте себе на вопрос, любите ли вы своего мужа. Если вы любите своего мужа, то, наверное, вы желаете ему счастья. Если вы желаете счастья своему мужу, то, наверное, понимаете, что, если даже он вам и ответит, то это означает, что он несчастен, что его что-то не выздравит, что ему что-то не нравится, что ему что-то где-то как-то тяжело. И, эээ, думать нужно, в первую очередь, о том, чтобы у мужчины не было поводов, не было, не было, эээ, стимулов к тому, чтобы, эээ, ну, смотреть на сторону, например. То есть, вам нужно окрушить своего мужа заботой, теплом и лаской, если вы его любите. Но вот, но вот, если вы его не любите, если вы, если у вас нет к нему чувств, адекватных чувств, то есть, если вы, эээ, хотите, например, в большей степени, именно, эээ, именно получать, а не отдавать, то, в этом случае вам, конечно, эээ, стоит либо, эээ, признать, что отношения, которые у вас, эээ, имеют место быть, эээ, выстраивают, по расчёту, вот, и, соответственно, в отношениях по расчёту действует, эээ, совсем иная схема, нежели чем, эээ, в отношениях ээээ, 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 эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Значит, каждый из вас, ну, грубо говоря, идёт своим путём, своей, ну, как бы, дорогой и так далее. То есть это, на самом деле, решать вам, вот. Вы говорите, получается, что он ждёт, выжидает, и там, значит, получается, что он выжидает, ему это интересно. Вот на основании чего вы сделали такой вывод? Понимаете, если вы ревнуете, если вы ревнуете, если вы вот, ну, действительно ревнуете, да? То, скорее всего, именно для ревности, именно для ревности повод, конечно, есть. Именно для ревности повод, скорее всего, есть. Но нужно понимать, что повод для ревности, возможный повод для ревности не обязательно означает измену мужа. То есть вы можете чувствовать, что у вас в отношениях есть проблемы. И из-за этого ревнователи боятся потерять своего мужчину. Но если у вас в отношениях проблемы, то эти проблемы нужно решать. Понимаете? Эти проблемы нужно именно решать, а не ревновать, устраивать проверки и так далее. Но опять же, опять же, это зависит от того, на что именно вы ориентированы в, значит, в своём поведении. Либо вы ориентированы на то, чтобы муж вам подчинялся, чтобы он делал только то, что вы хотите, либо чтобы он был постоянно в виду, либо чтобы он был привязан к вам, ну и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот. Либо вы хотите ему счастье. То есть вам нужно вот на это обратить своё внимание. Вам нужно именно на этом заострить фокус своего сознания. Понимаете? Понимаете? Какая история. Вот. Ну, собственно, это вот всё, что я думаю, вам можно ответить. Ну, помимо того, что нет особой логики, да, в том, что вы говорите, что вот, потому что он ничего не отвечает, ему это интересно. То есть, ну, вот, вы просто логически подумаете о том, как проявляется интерес, если человек не отвечает ничего. Вот. Вот. Что это за интерес? Интерес. Такой. Страшный. Я бы сказал. Вот. Понимаете? То есть просто вот с позиции, именно с позиции взрослого человека. Попробуйте посмотреть на данный аспект. Именно с позиции взрослого человека, не с позиции родителей, не с позиции испуганного ребёнка, каким вы являетесь сейчас, а именно вот с позиции взрослого. Посмотрите, пожалуйста, на то, что вы, ну, делаете. Посмотрите, пожалуйста, на то, к чему вы, собственно говоря, стремитесь. Вот. И вы увидите, ну, по крайней мере, я надеюсь, что вы увидите, что стремитесь вы, по сути дела, к деструктиву. Вот. К разрушению. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.